МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инаугурация губернатора, избрание председателя правительства и назначение мэра Южно-Сахалинска. В регионе приняты важные решения. Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Сахалинской области верно служить народу и Конституции Российской Федерации уставу Сахалинской области. Южно-Сахалинск, ты красив и молод. Столице области исполняется 142 года. Прохожусь по Сахалинской, я смотрю вдаль, вижу эти горы, я такой, о, красота. Проверено ОТВ. Оцениваем островные рестораны в рубрике жить на Сахалине вкусно. Посмотрите, потрясающе, как картина. Как картина, как картина. Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с сенатором Российской Федерации Григорием Карасиным. О чем договорились стороны? Новые решения областного парламента. На что могут теперь направить средства регионального маткапитала островные семьи с детьми? Эта неделя была богатой на события, и сейчас мы познакомимся с самыми важными из них. Предлагаю вашему вниманию традиционный обзор новостей. Коротко о том, что произошло на Сахалине и Курилах. Давайте посмотрим. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с сенатором Российской Федерации Григорием Карасиным. Стороны подвели итоги совместной пятилетней работы и обсудили дальнейшее развитие. Глава региона подчеркнул, Благодаря совместной работе удалось передать трассу Южно-Сахалинска АХ федеральную собственность. За несколько лет на ней устранят все грунтовые разрывы. Работы проведут за счет федерального бюджета. А уже в этом году асфальт должен появиться на всем протяжении дороги до Ноглик. Значительных результатов удалось добиться и в вопросе расселения аварийного фонда. По итогам пяти лет почти 23 тысячи сахалинцев и курильчан улучшили свои жилищные условия. В 2024-м новоселье отпразднуют более 6 тысяч человек. На строительство нового жилья в области одобрена поддержка из бюджета страны – 19 миллиардов рублей. Это наибольший объем среди всех регионов России. Инициативу губернатора Валерия Лимаренко об увеличении квоты на свободный вылов горбуши рыбакам-любителям с трех до пяти хвостов поддержали в Росреболовстве. Детали предстоящих изменений глава региона обсудил на встрече с руководителем федерального ведомства. Стороны обсудили создание рыбоперерабатывающих заводов на территории региона, морских судов из композитных материалов, меры регулирования добычи креветок в западно-сахалинской подзоне, а также развитие научной отрасли на базе САГУ. А Сергей Нацадин в третий раз стал мэром Южно-Сахалинска. За него единогласно проголосовали 25 избранников городской думы. В четверг прошла торжественная церемония официального вступления в должность. Задача на будущее – качественное исполнение всех начатых проектов. Сергей Нацадин вместе с командой продолжит заниматься благоустройством, развивать отрасль образования, транспортную сферу и дорожное хозяйство, коммунальную инфраструктуру, обеспечивать жителей комфортным жильем. Семьи с детьми теперь смогут потратить часть регионального материнского капитала на газификацию дома или покупку детского автокресла. За новую меру поддержки проголосовали депутаты Сахалинско-областной думы. На первом заседании в рамках осенней сессии они обсудили целый ряд вопросов, многие из них социальной направленности. Расширен перечень категорий островитян, которые смогут бесплатно посещать комплексы с водными аттракционами. Таким правом наделены ветераны боевых действий и члены их семей. На Сахалине готовят к работе беспилотную медицинскую авиапочту. Экспериментальный проект по доставке образцов крови с помощью дронов показал свою эффективность. В течение 20 летных дней аппарат с вертикальным взлетом и посадкой совершал полеты между больницами Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска. Организаторами эксперимента стали Тихоокеанский государственный медицинский университет и Центр беспилотных авиационных технологий Университета Иннополис. Проект медицинской авиапочты поддержал глава региона Валерий Лимаренко. В ближайшее время в островном регионе начнется подготовка специалистов по управлению новой техникой. На Сахалине стартовал региональный этап конкурса «Народные участковые». Победители определят по итогам онлайн-голосование. Поддержать сотрудников полиции может каждый. Отдать голос за своего участкового можно на сайте УМВД России по Сахалинской области. Лучший примет участие в федеральном этапе состязания. Сахалинцы-курильчане сделали свой выбор и Валерий Лимаренко торжественно вступил в должность губернатора Сахалинской области. В гонке за кресло главы региона он с большим отрывом опередил других кандидатов. О том, что было сделано в этот период на островах и чего ожидать жителям в ближайшие пять лет, расскажет Алина Достаева. Победа одержана. Кандидатуру Валерия Лимаренко на выборах губернатора Сахалинской области поддержали больше 80% избирателей. Народ – это источник власти. И я благодарен за то, что получил доверие жителей области во второй раз. Это значит, что курс, который мы с вами выбрали, правильный. Все наши дела мы вершим под лозунгом «забота, защита и уважение». Как заявляют многие политологи, результаты выборов на Сахалине были вполне предсказуемы. А голоса, отданные за действующего губернатора – еще одно подтверждение. Сахалинцы поддерживают выбранный курс. Валерий Игоревич, если он взялся за какой-то проект, это не разовая акция, а это планомерное решение задачи на будущее. Больше всего мне нравится, что это все решается в команде, потому что он прислушивается, он собирает вокруг себя людей, которые разбираются в той или иной области. За прошедшие пять лет в регионе реализовано большое количество крупных проектов. Еще больше впереди. Любой результат, тем более выборной кампании, это результат деятельности. И действующий губернатор Лимаренко в течение пяти лет уверен, что смог доказать свою действенность, полезность для сохранцев-курильчан. Уверен, что программа Лимаренко на ближайшие пять лет понятна, очевидна, начиная от транспортных, инфраструктурных строительств, оканчивая нашим кампусом мирового уровня. Сразу же после церемонии инаугурации состоялось первое заседание народных избранников, где единогласно избрали председателя правительства Сахалинской области. В соответствии с уставом была внесена кандидатура на согласование председателя правительства. Как и ожидалось, что это будет профессионал своего дела Алексей Васильевич Белик. Большинством голосового депутата все поддержали, многие высказали свои пожелания. Теперь вся команда укомплектована. Это те, кому доверяет народ. Алексей Васильевич, вот на протяжении долгого времени мы работаем вместе, и он, если даже где-то отказывает, то обоснованно он объясняет это все правильными доводами и переносит условно это на год, на два решение этого вопроса. Либо, если он видит целесообразность, он принимает решение и решается сразу же. Уже намечен ряд важных проектов, к реализации которых команда региона приступит в ближайшее время. Первоочередными задачами являются переселение из ветхоаварийного жилья, это недопущение роста тарифов жилищно-коммунального направления, это вопросы благоустройства территорий, создания новых общественных пространств и территорий. Важным составляющим является и, конечно же, сохранение уровня заработной платы и повышение благосостояния граждан. На предстоящую пятилетку у правительства региона большие планы. Это создание морских портов в Корсакове и Паранайске, кампуса Сахалинсех, нефтегазового и индустриального парков. В районах появится больше поликлиник. Дорогу от Южно-Сахалинска до Ахиза асфальтируют полностью. Из транспортного тупика регион превращается в центр дальневосточных перевозок. Алина Достаева, Александр Шкотов, Юрий Кантомиров, телекомпания ОТВ. Южно-Сахалинск в эти выходные масштабно отмечает свой 142-й день рождения. Это и концерты, выставки, мастер-классы и конкурсы, фестиваль национальных культур, спортивная программа. По праву столица области может претендовать на звание лучшего дальневосточного города. Это отмечают и приезжие туристы, особенно когда заглядывают в парк. О торжественном событии специальный репортаж Игоря Антипова. Здравствуйте, дорогие земляки! Вспомнилась мне наша неизвестная песня. Ее в общежитии Южно-Сахалинского педколледжа на закате 90-х написали мои студенческие товарищи Александр Сергеев и Дмитрий Сагреев. Где-то на краю земли остров зеленый стоит Сахалин. Сердцем и душой его был, есть и будет город один. Это Южно-Сахалинск, а он расцветает не по-детски. Тот же городской парк, просто не узнать. История Южно-Сахалинского парка началась в 1906 году, когда японский владелец бумажных комбинатов по фамилии Адзия решил открыть для своих рабочих парк отдыха. У подножия сопки появилось место, где японцы могли отдохнуть и посетить свой храм. Место выбрали живописное, рядом с водоемом. Понадобилась целая историческая эпоха, чтобы гнетущая проза каторжного острова сменилась поэзией разумного и радостного созидания. Но как бы ни были далеки от нас страницы страшного прошлого, мы должны помнить, что написаны они ради будущего, ради нашего сегодня. Парк пережил три непростых этапа. Японский, послевоенный и период восстановления после мощного тайфуна Филлис, который поглотил весь остров. А сколько сделали тогда сельские механизаторы, шахтеры и строители, бумажники и воины Южно-Сахалинского гарнизона? Подвиг? Мы называли это иначе. Добросовестный труд. На Сахалине живу уже 80 с лишним лет, с 36-го года. Поэтому мне все эти сахалинские хаверзы эти погодные, меня не пугают. Я привыше к этому делаю. И в прошлом году областной столице досталось от небесной канцелярии. Местами в парке была смыта вся растительность, но руководитель учреждения Виктор Калюжный и его труженики навели порядок. Любой пожар дает толчок к тому, что появляется что-то новое. То есть в этом году, в рамках даже ликвидации последствий тех планов, которые мы строили, сделана большая работа, во-первых, по озеленению. То есть посажено много-много новых газонов. Вот тот же остров, который у нас есть, но теперь у нас не один остров, теперь у нас их два острова, потому что в планах есть между этими островами, где мост Любленных и остров, который потом, между ними будет перекидной мостик, и по которому будут жители гулять. Хотите сюда фонарики какие-то вставить? Ну, плавать будут фонарики. Плавающие? Да. Но это на праздник. На праздник. А, только на праздник? На праздник, да. А почему не запустить каждый день? А потому что у нас тут дождь, а если дождь, то здесь вода поднимается. И как только мы отпустим шлюзы, так это все сразу уплывет. А что здесь, какая рыба? Только здесь, по-моему, колючки. Да, сегодня уже все, здесь уже и горбуша есть. Уже и горбуша заходит? Да, да, да. Что вы там на Охотском, это самое, ловите? Ставьте сети здесь, да. Между тем, для детей вблизи аттракционов создают пешеходный водно-пенный фонтан с музыкальной и световой подсветкой. Его обещают пробно запустить к концу сентября. Струйки воды будут хаотично вырываться из-под земли. В жаркий период можно будет побегать по этому фонтану. Он будет полностью закрытый, защищенный. Если под решеток будет выпадать, и освещение тоже будет там же. Я считаю, что это жемчужина нашего города. Каждый турист приходит, восхищается. Мы не уступаем никакому городу в России, а может быть и даже в Европе. Приятно по городу пройти. Каждый, цветы, зелень, убранные все дворы. Короче, отличный у нас мэр. Теперь Южно-Схалинск может гордиться еще одним привлекательным местом отдыха в городе. От пересечения улиц Сахалинская, Комсомольская до гостиницы Турист. Амфитеатр с видом на рогатку. Лестничный спуск к реке. Обновленный мост красного цвета. Он мне чем-то напоминает мост в японском синтоистском городке Никко. Только там он округленный. Но лететь на родину сюгунов не обязательно. Загадывать заветные желания можно прямо здесь, на набережной Южно-Схалинска. Совсем недавно она получила современный облик. Набережная очень красивая. У нее явно есть вкус. И очень рад, что в последнее время город преображается все больше и больше. Больше муралов. Куда ни посмотри, везде искусство. И я надеюсь, больше таких проектов будет. Работы на данном объекте продолжатся. Благоустройство включает в себя шесть этапов. А это и продление набережной сразу на нескольких участках, создание велопешеходного перехода, выполнение работ в районе озера Нижнего. Так что, дорогие друзья, жизнь в Южно-Схалинске и его окрестностях только налаживается. В этом посильную лепту оказываете и вы. Не такой же ты и старый наш Южный. Долгих тебе лет жизни. Продолжай радовать наши взоры алыми гроздьями рябин. Будь счастлив. Ну и какой день рождения может обойтись без застолья? Немало горожан отправились отмечать годовщину Южно-Сахалинска в кафе и рестораны. Желающих оказалось настолько много, что мы с моим коллегой Владимиром Ильиным не нашли свободные столики в областном центре. Однако это не помешало нам насладиться творениями от островных шефов за пределами района. Подробности далее. Здравствуйте. Это программа «Жить на Сахалине вкусно». Ольга Артемова, Владимир Ильин, «Сильный ветер», «Корсаков». Поехали! Не туда! Точно! Выборный ресторан «Бархат» пал не просто так. Перед тем, как отправиться в заведение, мы провели небольшой соцопрос. Не врет ли сарафанное радио, узнаем прямо сейчас. Большинство горожан сказали нам, что сюда стоит прийти, попробовать кухню, оценить атмосферу. Атмосфера, на первый взгляд, очень приятная. Атмосфера очень приятная. Прямо, знаете, располагает. Вот сейчас вечер, и хочется расслабиться. После работы мы с Володей пришли. Поэтому пока впечатления лично у меня очень приятные. Салат в японском стиле приносят в течение 15 минут, как и было обещано. Выглядит прилично. Размер порции тоже не огорчил. Друзья, не надо салат с угрем вот так вот перемешивать, перемешивать в такую кашу-малашу, потому что уголь развалится, это будет эстетически не очень хорошо выглядеть. Просто накалывайте вот так вот бутербродиком, и тогда вот это нежное сочетание рыбы и овощей расправится. Вкусно, друзья. Я прям вот приятная впечатлена. 5 баллов однозначно, даже с плюсом. Следующее блюдо – утка с ягодами, травами и овощами. И здесь нареканий нет. Красивое оформление, быстрая подача. Никаких претензий. Боже, как это вкусно. Очень вкусно. Мясо сочное, нежное и в то же время с таким приятным-приятным дымком. Все еще жду подвоха, не может быть так гладко. И что вы думаете, ракушка с запеченными морепродуктами тоже не подкачала. Сначала я испугался, что соус в этом блюде майонез, но нет, здесь прослеживается что-то авторское. Легкий сливочный вкус отходит на задний план, что позволяет насладиться главными ингредиентами. Вкус морепродуктов, он очень остро ощутим в хорошем смысле. Он не теряется в соусе. Абсолютно. Ну, невероятно, друзья. 5 баллов. Чай со смородиной и медом тоже получает заслуженную пятерку, как и приветливый персонал. Съемки программы ни с кем не согласовывались. Сотрудники заведения не стали препятствовать процессу. Пыль на столах и предметах интерьера отсутствует. Приятная и ненавязчивая музыка – отличное дополнение к вечеру. ОТВ рекомендует ресторан «Бархат» в Корсакове. Это еще не все темы выпуска. Не переключайтесь. Лесные пожары – это опасная и грозная стихия. Остановить и победить огонь. Призвание сильных. Летчики-наблюдатели. Парашютисты-пожарные. Десантники-пожарные. Авиалесоохраны Рослесхоза. Надежный щит российского леса. На этой неделе обращений в Центр управления регионом было меньше, чем на прошлое. Мы оперируем данными с 6 по 12 сентября. Итак, не будем вас утомлять ожиданием. Рубрика «О чем говорят острова» уже рвется в эфир нашей программы. Осталось узнать, кто же оказался первым. Всего в Центр поступило 566 обращений. Первую строчку снизу занимают «Одноклассники» 62. Следом идет «ВКонтакте» 113. И возглавляет турнирную таблицу статистики «Бессменный лидер Телеграмм» 391. Список главных тем возглавила ЖКХ. Серебро забирают дороги. Благоустройство довольствуется третьей строчкой рейтинга. Четвертое и пятое места взяли здравоохранение и общественный транспорт соответственно. В разделе ЖКХ островитяне недовольны отсутствием воды и электричества. Качеством воды, содержанием многоквартирных домов и ремонтом подъездов. В разделе дороги островитяне жаловались на ремонт, ямы и выбоины, реконструкцию, строительство мостов и содержание тротуаров. Пройдемся по благоустройству. Здесь главный пункт ажиотажа – состояние общественных пространств. Остальное по остаточному принципу. Кто-то жалуется на содержание зеленых насаждений, уборку территорий. Кто-то на состояние или отсутствие детских площадок. Что же до других тем, то здесь жители Сахалинской области активно интересуются вопросами социального обслуживания и защиты, образования, культуры, связи и телевидения, свалок. Теперь расскажу о самых ответственных ведомствах и муниципалитетах. Южно-Сахалинск снова оказался первым по работе с обращениями граждан. На втором месте Корсаков. Бронза досталась о ними. Четвертую строчку занял Углегорский район. И пятый результат показал Хомск. ТОП по исполнителям органов власти возглавило Министерство здравоохранения. На втором месте Министерство транспорта и дорожного хозяйства. На третьем Министерство спорта. Далее идут Министерство энергетики и Государственная жилищная инспекция. Мы продолжаем следить за работой Центра управления регионом. Его сотрудники обещают делиться с нами цифрами и в дальнейшем. Ну а вы уже сами определите, какие темы в этот раз попадут в лидеры рейтинга. В Южно-Сахалинске началась подготовка к отопительному сезону. Ремонт дороги к СНТ Снегири находится на личном контроле Сергея Нацадина. А дальняя продолжает расцветать. В районе детского сада и школы на Байкальской высадили сирень и спирею. Эти и другие городские новости во взоре Екатерины Кулинченко. Приближается зима и в Южно-Сахалинске активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. В районах уже начали ремонт и замену теплосетей. А также проводится работа на внутридомовых коммуникациях. Одним из этапов подготовки города к прохождению отопительного сезона является подготовка потребителей тепла к приему теплоносителя. На территории города создана комиссия, которая обязана проверять готовность потребителей. Одним из потребителей являются многоквартирные жилые дома. Ответственными за подготовку данных объектов являются управляющие компании. В ходе капитального ремонта будут заменены тепловые сети в кварталах на улице Емельянова. Кроме того, работы пройдут на улице Есенина. Продолжаем работы по улице Есенина. Меняем протяженный участок тепловой сети диаметром 400 мм. Практически 50% уже заменено. Сейчас идут работы по обратной засыпке и подрядчик перейдет к следующему участку. Подготовка идет по плану. В октябре, когда все работы будут закончены, специалисты приступят к восстановлению благоустройства. Управляющие компании, обслуживающие жилой фонд, тоже готовятся к отопительному сезону. Они проверяют, готовы ли многоквартирные дома получать тепло. Жители СНТ Снегири обеспокоены состоянием грунтовой дороги и моста на ней. Они отмечают, что ситуация ухудшилась из-за проезда большегрузной техники подрядных организаций, которые строят объездную магистраль. Мы до того и приехали, чтобы поискать какие-то решения. Часть дороги стоит в плане до моста у нашего автодора, в плане на 2025 год. И, соответственно, это будет асфальтовая дорога, и этот вопрос сокроется. Что касается самого моста и дальше, подъездной дороги к СНТ Снегири, и к другим СНТ, тут еще 5 СНТ. Мэр отметил, что дорога, ведущая к СНТ, не является собственностью города. Однако он заверил, что этот вопрос не останется без внимания. Городоначальник поручил Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства проверить состояние моста и оценить необходимость его ремонта. Кроме того, нужно рассчитать стоимость содержания грунтовой дороги, которую ведет к СНТ. Это очень важно, когда мэр приезжает, даже с одним своим присутствием, он, грубо говоря, стимулирует людей для решения этой задачи как можно быстрее. В ближайшее время администрация планирует организовать дополнительную встречу с представителями СНТ Снегири и других близлежащих садоводческих товариществ. На встрече будут рассмотрены детали предстоящих ремонтных работ. Итоги летнего сезона впечатляют. Южно-Сахалинские заасфальтировали порядка 112 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Наиболее масштабные работы проводились на центральных магистралях Южно-Сахалинска. Это у нас Мира, Горького, Железнодорожная, Комсомольская также работали у нас, Тихоокеанскую делали. Также мы по Буйклы проводили работы и тротуары по улице Садовой, по колхозной сделали. Метраж, в принципе, такой хороший. В Южно-Сахалинске продолжаются дорожные работы. Осенью планируется провести текущий ремонт во всех районах города, включая центральные улицы. Однако не только состояние проезжей части делают город привлекательным. В районе Дальнего было проведено озеленение. Сирень и спиреи украсят территорию рядом с детским садом и общеобразовательной школой на улице Байкальской. У нас запланирована сегодня посадка 30 кустарников, красиво цветущих, декоративных. Будет посажено 10 сиреней и 20 спирей серых. Это кустарники, которые весной, если вы помните, цветут красивыми белыми цветами в городе. На этом участке со временем кустарники разрастутся. Кроме того, что они красиво цветут, у них большой объем фитомассы и будет очень красивая, зеленая. В этом году в Южно-Сахалинске уже посадили более 300 деревьев. Саженцы появились в городских скверах и парках. Осенью планируется посадить еще 300 деревьев и 500 кустарников. Это позволит городу стать еще более цветущим и экологически чистым. Екатерина Кулинченко, Телекомпания ОТВ. Хватало событий на этой неделе и на просторах интернета. Об этом уж точно знает мой коллега Владимир Ильин. В перерывах между походами в рестораны и зарубежными поездками он тщательно отбирал для нас свежую порцию контента. Спасение китов, нашествие лосося и дегустация тарантула. Посмотрим прямо сейчас. Островные рыбаки делятся кадрами с нерестом лосося. Ролики с массовым подходом рыбы набрали тысячи просмотров на просторах телеграм-каналов и пабликов ВК. А еще в тренде были видео с морскими обитателями покрупней. Рыбаки спасли кита от гибели. Где было дело, установить не удалось. Однако кадры завирусились среди островной аудитории. А в Хомске на набережной тем временем ловят осьминога. Островная природа не перестает удивлять. Еще один ролик с морскими обитателями залетел в топы островных пабликов. Очевидцы запечатлели встречу с касатками. И еще немного красоты. Курильские прибрежные воды поражают. Ваш покорный слуга на медне вернулся из Китая. Скоро на ОТВ появятся кадры с авторским тревел-блогом. А пока небольшой анонс. Впечатлительным не смотреть. Челиком можно? Теперь. Ну все, говорят можно. Незнакомый азиат сказал мне можно. А это значит наверняка безопластно. Сейчас я скажу на что. В общем, друзья, на что это похоже? Если закрыть глаза. Это был обзор популярных в социальных сетях новостей. Меня зовут Владимир Поедатель Тарантулов Ильин. До встречи. Мы постарались для вас собрать самые яркие события уходящей недели. Разумеется, их было гораздо больше. Посмотреть актуальную новостную ленту вы всегда можете в интернете на страницах нашего портала сах.онлайн. В студии для вас работала Ольга Артемова. Всего доброго и до встречи в эфире. Лесные пожары возникают по вине человека. Остановить и победить огонь призвание сильных. Лесные пожарные авиалесоохраны Федерального агентства лесного хозяйства. Надежный щит российского леса. Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области напоминает. Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции находится под особым контролем государства. Изготовление и реализация спиртных напитков ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей. Произведенный алкоголь подлежит обязательной маркировке. За незаконные производства, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу спиртосодержащей продукции предусмотрена уголовная ответственность. Помни, продажа домашнего алкоголя физическими лицами запрещена. На Сахалине и Курилах ежегодно создаются комфортные условия для жителей и гостей Сахалинской области. Преображаются скверы, благоустраиваются дворы, появляются новые детские площадки и зоны отдыха. В силах каждого из нас приумножать и сохранять сделанное руками людей, ответственных за благоустройство. К сожалению, не все умеют ценить чужой труд, а новые современные объекты не дают покоя вандалам. Они ломают архитектурные элементы и остановочные комплексы, рисуют на фасадах и вытаптывают газоны. Для многих из них такое поведение – своеобразное искусство. Но вандализм не искусство, а уголовное преступление, предусматривающее до трех лет лишения свободы. Останови вандализм. Позвони в полицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова